Приветствую вас на канале WatchGots. Давайте сегодня поразмышляем на достаточно интересную тему Стороны Силы. Не буду разводить долгих размышлений и плести длинные логические цепи, постараюсь покороче расставить точки над И в этом вопросе. Наверное, правильно было бы начать с самого понятия Сила, что это вообще такое. По сути Сила, если очень вкратце, это степень вашего влияния на ту или иную реальность, а реальность это всегда то место, где происходят те или иные действия. Так что забудьте такое понятие как виртуальная реальность или еще какая-либо. Есть просто реальность и степень вашего погружения в нее, а Сила это ваша возможность проявления своей воли в этой реальности. Итак, темная сторона Силы. Давайте слегка обозначим ее и дадим, так сказать, легкую классификацию. Все проявления Сил берут свое начало из двух источников. Первый — это жизнь, светлое проявление Силы, которая что-то дает. Именно поэтому существует выражение «дать» или «даровать» жизнь. И ее обратная сторона — темная — это, соответственно, смерть, то есть то, что забирает жизнь. Чтобы мои мысли были еще более вам понятны, давайте возьмем самый простой для понимания предмет исследования Силы — это, собственно, мужчина и женщины. Итак, какова природа мужчины и женщины? Все мы знаем как минимум из физиологических особенностей, что мужчина отдает, от этого он получает удовольствие, а женщина получает удовольствие, когда забирает. И это есть идеальное проявление взаимодействия, идеальный баланс, который и рождает третье. У мужчины много, у женщины мало. В итоге это дает равновесие или удовлетворенность. Но что происходит, когда у человека хотят что-то забрать насильно против его воли. Обратите внимание, именно забрать. Не тогда, когда человек это хочет отдать добровольно. Он становится жадным. Не в плане морали, а в плане того, что человек не хочет отдавать по закону этого мира. Когда ты отдаешь, у тебя уменьшается. То есть ты как бы становишься слабее. Следовательно, слабость приближает тебя к смерти. Это естественный процесс, когда он совершается против своей воли. Следовательно, человек или кто бы то ни было всегда стремится отдать меньше, чтобы сохранить жизнь. В любом случае, когда дело касается принудительного забирания, то есть забирания энергии против его воли, это некий процесс удержания энергии. Обратная сторона заключается в том, что когда ты отдаешь по доброй воле, эффект работает в обратную сторону. Ты как бы стремишься отдать больше, потому что тебя это наполняет. В некотором смысле можно сказать, что это обратная сторона гаваха. Давайте разберем одну ситуацию. К примеру, есть мать, ребенок и третье лицо. В одном случае третье лицо пытается причинить вред ребенку в другом благо. В первом случае мать будет всячески избегать такой ситуации, не хотеть отдавать эту энергию, она не будет желать этой ситуации, как таковой, иными словами. Третий человек – это вор. Никто не хочет отдать вору что-либо по доброй воле, и если уж такое случилось, чем меньше потери, тем лучше. А какая наивысшая мечта любого вора? Правильно, это обчистить все подчистую. Другой пример. В этом случае третий человек спасает ребенка, так скажем, от смертельной опасности. И в этом примере человек становится уже не вором, а тем, кто дает благо матери. И тогда, естественно, мать становится тем, кто это благо пытается забрать. И чем выше это благо, тем выше будет отдача ее энергии. А раз благо ты берешь по своей воле, бескорыстно, то и отдавать ты будешь бескорыстно, то есть максимально возможно. Теперь давайте разберем изначальную суть этих обеих проявлений силы. Итак, темной стороне силы всегда мало, она боится закончиться, как бы эффект вампира, как числа. Но темная сторона стремится от большего к нулю, а значит это вечный страх смерти. К примеру, вам бы сказали, что вы проживете миллиард лет, это много. Но знание того, что вы умрете, вас не покидало бы никогда, так как рано или поздно этот момент бы однозначно наступил. Другая же сторона, то есть жизнь, стремится от нуля к бесконечности. Поэтому любое число по сравнению с бесконечности приблизительно равно нулю. Жизнь пытается везде проникнуть, как бы размножиться, а смерть наоборот, пытается всегда забрать. То есть ее свойство это уменьшение. Именно поэтому процесс отдачи положительной энергии всегда больше, чем отрицательной. Ибо положительная энергия стремится к бесконечности, увеличению, а отрицательная стремится к нулю. И именно это говорит о том, что природа, так скажем, дьявола имеет женскую составляющую в большей степени. Поэтому по миру шагает уверенный поступью феминизм и матриархат. Поэтому именно Ева первая отъела от плода, из райского сада. Ева, имя которое переводится как жизнь, вкусила от так называемого плода смерти. Помните, как написано? В день тот, когда вкусите от плода древа познания, смертью умрете. Эта смерть проникла в нее и теперь, чтобы жить, то есть сохранять собственную природу, ей, то есть Еве, то есть жизни, необходимо забирать. Поэтому-то женщины всегда находятся в состоянии нехватки, в состоянии, как бы должны что-либо сделать, насытиться. Именно по этой причине мы наблюдаем в подавляющем количестве женщин страсть ко всякого рода шопингам, комфорту и прочему, так скажем, впитыванию именно этого физического мира. Ева вкусила плод первой, будучи второй от Адама. Адам вкусил плод вторым, будучи изначально первым. По этой причине на мужчин соблазны этого мира действуют не так сильно. Но! Для мужчины первым соблазном была женщина, как Ева для Адама, а вторым – яблоко. Поэтому, говоря о страстях и обвиняя женщину в веркантильности, можно провести параллель в том виде, что женщину так же сильно соблазняет этот мир, как мужчину соблазняет женщина. Еще один момент. На женщину с самого рождения, по сути, ложится как бы печать. Ее основная и единственная задача – это родить ребенка. Это не есть проявление более низкого, так скажем, знамени по сравнению с мужчиной, потому как рождение – это чудо уже изначально, а чудо – это проявление исключительно божественной силы, ибо дьявол не может творить чудеса в их первоначальном выражении. Главное же чудо – это жизнь. Основная суть его заключается в том, что жизнь появляется из ничего. Оно ничего не преображает, изменяет и так далее. Оно просто является. Иными словами, женщина должна сделать всего одну вещь, только одну. Но эта одна вещь противопоставляется всем тем вещам, которые может сотворить мужчина. Мужчина болен в своих начинаниях, у него нету этого ерма или такой вот изначальной печати. Мужчина может выбирать из бесконечности занятий, и в этом еще одна интересная особенность – сочетание противоположностей. Но заметьте, мужчина в случае, если он не найдет то занятие, с помощью которого он сможет самореализоваться. По факту, будет в своей, если можно так сказать, печали, приравнен к женщине, которая не сможет родить. Женщина тащит этот крест от самого начала жизни – это в некотором роде, с одной стороны, тюрьма-ограничение. Но в этом одном женщина должна суметь увидеть бесконечность вариантов, как мужчина. А мужчина же, в бесконечном варианте своих путей, должен найти тот один, который удовлетворит его больше, чем все остальные. Ну и в качестве финалочки, так сказать, наглядный пример этих двух энергий в культуре кинематографа. Помните, был такой мультфильм «Корпорация монстров». Если кто не смотрел, суть вкратце такова. Монстры ходили к детям, пугали их, и наполняли их криком, ну то есть, иными словами, страхом, как бы некие сосуды. Кто лучше и сильнее напугает, тот больше его наполнит. Но однажды случилось так, что один монстр не напугал ребенка, а рассмешил. И от смеха всплеск энергии был намного выше, намного любого, даже самого сильного страха, которым они когда-либо пугали детей. Что ж, делайте правильный выбор и помните, главный баланс заключается в том, что темную силу взять проще, чем светлую. Но рано или поздно она вас покинет, ибо в этом ее суть. Светлую сложнее обуздать, но она не имеет свойства уменьшаться, это как денежные вклады. В одном случае, быстрый рост финансовой пирамиды с шансом рухнуть в любой момент времени. В другом, вклад с бесконечным процентом, который чем дольше лежит, тем дольше и больше прибавляет. Кстати, думаю у вас не осталось сомнений, что деньги это по сути чистейшее проявление темной стороны силы. Спасибо, что посмотрели, надеюсь мы смогли как-то расставить точки над и в этом вопросе. Подписывайтесь на канал WatchGods, тут всегда много интересного. Ну, надеюсь, что много и надеюсь, что интересного. Не поддавайтесь лене, как проявлению темной стороны силы, ставьте лайк под этим видео, до новых встреч и да пребудет с вами сила. Удачи!